Так, всем привет! Сегодня воскресенье, вчера прошел брифинг с компанией, поэтому сегодня, 5 сентября, мы проведем брифинг команды, команды, зачитаем, собственно, протокол, который нам скинули вышестоящие лидеры. Вот, на какие-то моменты дадим свои комментарии, может быть, обсудим какие-то вопросы, позадаете и так далее. Настроение прекрасное, поставьте, пожалуйста, какие-нибудь позитивные смайлики, если у вас настроение тоже хорошее, вот, слышно меня и видно тоже хорошо. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и приступим к зачитыванию брифинга, протокола брифинга. Сейчас, еще одну секунду. Вот. Что-то, что-то у меня не получается. Сейчас, минуту, пожалуйста. Техническая заминка. Есть. Итак, если я сейчас правильно понимаю, то демонстрацию экрана видно хорошо. Сейчас давайте проверю. Сегодня я работаю на одном компьютере вместо стандартных своих двух. Все, вижу, что демонстрация была. Давайте будем начинать. Не будем терять драгоценное время. Итак, протокол брифинга с компанией маркетинг. Именно сам брифинг состоялся вчера, да, с высшестоящими лидерами. Информация испущена нам, поэтому сегодня зачитываем, даем разъяснение. Текст вы сможете прочитать в информационных каналах, в структурных чатах. Ссылка на мой канал, да, информационный будет потом в описании к этому ролику. Итак, мы получаем... Сейчас я буду зачитывать вот лица компании, как обычно. Мы получаем много обращений с опросом, когда все средства со счета неизрасходованы и будут пущены в рекламу. Часть средств со счета уже запустилась в рекламу, а часть средств все еще на счету. Здесь от себя добавлю, что у кого-то действительно так, у кого-то средства ушли все со строки неизрасходованы. Также добавлю, что есть еще маленькая группа партнеров, у которых кабинеты не обновились. У меня тоже есть один такой кабинет. Еще ждем, давайте так, пару или там четыре дня ждем. Если все-таки еще все-таки не обновятся у вас кабинеты вообще в принципе, да, тогда уже по этому поводу через вышестоящих можно будет задать вопрос, а не пора ли писать в саппорт. Через вышестоящих информация поступит уже к нам, к большим лидерам, скажем так, и мы уже будем централизованно по этому поводу собирать статистику, собирать информацию, сколько у вас таких, может быть, обратимся в саппорт не так, чтобы, знаете, маленькими-маленькими обращениями, а, как говорится, по порядку, централизованно. Зачитываю дальше. Нам необходимо время, чтобы корректно запустить кампании. Как я поясняла ранее, существуют определенные принципы таргетирования. Рекламу надо показывать таргетированным группам. Нельзя показывать рекламу всем подряд. Если показывать всем подряд, то эффективностью пойдет рекламный бюджет и проза сольются. Это мы уже зачитывали на прошлом, для тех, кто в прошлом не слушал, не читал. Поэтому наша цель – не запуск рекламных кампаний, а запуск эффективных рекламных кампаний, чтобы выдерживать соотношение просмотров к покупкам, то есть конверсию. Если говорить просто, когда конверсия высокая, то рекламные кампании приносят доход. Если конверсия низкая, бюджет потратится, а дохода не будет. Что здесь хочется еще отметить, обратить ваше внимание, особенно для новичков. Нам не стоит забывать и стоит знать, и забывать тоже не стоит, что компания заинтересована в первую очередь, даже, наверное, побольше нашего, максимально эффективно использовать те деньги, на которые мы покупаем рекламный бюджет. Почему? Все элементарно, потому что она точно так же получает вознаграждение от части, от комиссии. То есть 55% забираем мы, 45% уходит на распределение, в том числе, собственно, это и есть прибыль кампаний. Поэтому чем эффективнее они запустят и отработают рекламу, чем больше денег принесут с комиссии через агрегаторов нам онлайн-магазины, тем, собственно, больше заработаем не только мы, но и сама компания. Поэтому спешка здесь точно ни к чему. Почему с новых рекламных компаний на неизрасходованные рекламные бюджеты не начисляются суммы для выкупа фондом Протек? Вот этот вопрос, наверное, один из самых горячих, был на протяжении последних двух недель. Ответ. Потому что доходом с неизрасходованных бюджетов планируется покрыть авансовые платежи кэшбэка, которые уже выплачены компанией, но не получены от агрегаторов. Как ранее пояснялось, после подтверждения кэшбэка ритейлером, проходит значительное время, пока ритейлер выплатит кэшбэк агрегатору, и агрегатор, в свою очередь, выплатит кэшбэк нам. Именно фактически выплатит. Не только там где-то зафиксируют на сайтах, скажем так, но и фактически деньги будут переведены от одного юридического лица в другое. Компания Vexford всегда выплачивала кэшбэк, как только он подтвердился ритейлером фактически авансом. За долгое время до того, как деньги были получены от агрегатора, чтобы уменьшить фактическое время ожидания клиента. То есть нами. Огромное спасибо за это компании, потому что, ну, по большому счету, знаете, как это выглядело? Грубо говоря, отчетность, у них там есть своя система, назовем это так, да, галочку поставили, да, срок ожидания прошел. Как только наша компания увидела эту галочку, что подтвержден кэшбэк, да, что клиент не отказался от покупки и так далее, они сразу же эти деньги авансом, еще не получив их фактически, они уже им нам начислили, мы их там можем вывезти, реинвестировать, делать все, что считаем нужным. Только потом, спустя время, мы же знаем про банковские дни, к сожалению, это совсем тема далека, наверное, стоит углубиться. Мы не знаем, сколько времени занимает, например, от одного агрегатора в Гонконг, в юридическое лицо отправить нам ту или иную сумму. Ну, я говорю, только про банковские дни знаем, и вы тоже должны это понимать. Это большие сроки часто. Чтобы мы этого не ждали с вами, компания нам выплачивала как раз-таки заранее. Это, я надеюсь, понятно. Почему? Чтобы сейчас система работала хорошо. Наши клиенты не сильно бы обрадовались, если бы мы решили отозвать весь ранее выплаченный авансовый кэшбэк. Именно за необходимость покрыть предыдущие авансовые платежи компания не распространяет условия выкупа фондом Протек на неизрасходованные бюджеты. Знаете, что еще хочется здесь сказать? Я вот даже записала вчера, когда мысль меня это посетила. Давайте с вами будем, опять же, помнить, что самая главная сейчас задача у компании – это ее сохранить в первую очередь, чтобы работала. И никак не задача компании угодить 100% сейчас клиентов в первую очередь, чтобы мы только сидели довольны. Это бизнес, и про это нельзя забывать. Даже когда в самолете, в лифт тоже заходите, знаете, правила есть, да, в самолете, если нужно надеть кислородную маску, сначала наденете ее на себя и только потом ребенку, точно так же и про лифт. Если заходите, зайдите сначала, занесите коляску, закатите, потом заходите сами. Тут, кстати, я могу ошибаться, поправьте меня, если я не права. Но, по-моему, так. С кислородной маской ответ я точно помню. Третье. Есть некоторые проблемы с пополнением с помощью Perfect Money. Мы в курсе ситуации. Мы уже связались с Perfect Money, чтобы решить эту проблему. Мы уверены, что вопрос будет решен в короткие сроки. Все платежи будут найдены. Пожалуйста, используйте сейчас другие способы оплаты, если это возможно. Здесь, я думаю, комментировать не нужно. Мы все еще ждем ответа от Роскомнадзора и до сих пор не получили ответа о причинах попадания в черный список. Тут без комментариев. Мы получаем много обращений по поводу оплат с карт или с использованием Tether, TRC20 и так далее. Мы планируем, мы приступим к включению этого функционала, как только закончим запускать компании на неизрасходованные бюджеты. То есть это приоритет сейчас. Сначала нужно запустить систему, чтобы наши деньги неизрасходованные начали работать, чтобы реклама начала крутиться. Это не только в наших интересах, но и в интересах компании в первую очередь. Несколько часов назад, это по состоянию на вчерашний вечер, на 9 в Москве. Несколько часов назад мы включили возможность покупки рекламы за бонусы с АМБ. Этот пункт интересен в первую очередь тем клиентам, то есть партнерам нам, у кого есть свои команды и кто забирал и не выбрал, скажем так, бонусные выкупы в кабинете АМБ по маркетинг-планам. Это дополнительное вознаграждение. Если кто-то не знает, обязательно спросите у своих наставников. Читаю дальше. Хотим разъяснить, что реклама, купленная за бонусы, является новой покупкой рекламы, и на такие рекламные кампании будут распространяться условия выкупа кэшбэка в фондом Протект. Это просто не новость. Дальше сессия вопрос-ответ. Первый вопрос. Сейчас в РФ стали блокировать VPN, а доступ на сайт не всегда возможен даже по обновленной ссылке. Какие варианты могут быть еще для доступа в личный кабинет и как скоро можно ждать разблокировки основного сайта? И постскриптум. В России принято решение о блокировке еще шести VPN-сервисов, сообщили известиям в Роскомнадзоре и перечисления. Ответ от компании. Выход только один – пользоваться VPN, который не блокирует. Ну, в принципе, все логично. Мы же не можем заставить государство не блокировать VPN. По разблокировке основного сайта у нас нет никаких сроков, никаких гарантий в свете наблюдения беспредела с блокировками. Тут, знаете, опять же, не устаю повторять и скажу еще раз. Огромная благодарность и большой показатель, качественный показатель лично для меня. И огромная благодарность, как минимум, от меня в адрес компании по поводу того, что она вот как есть, так и отвечает. Не привирает, не преувеличивает, не уходит от ответа, не отвечает как-то размыто, там размазано. И дабы что-то ответить, и чтобы мы ушли, грубо говоря, там переваривать с непониманием, что сейчас нам вообще тут ответили, еще больше запутали. Нет. Вот как есть, так и говорят. Это, в моем понимании, нормальный, бизнесовый, честный подход. И, Зайд, большое спасибо, действительно. Думаю, вы со мной здесь должны согласиться. Ну, нет, если нет, то нет, ваше право. Так, следующий вопрос. Есть мнение, что Роскомнадзор не отстанет, пока и маркетинг не начнет в России платить налоги. То есть, это мнение кого-то, видимо, из клиентов, да, из партнеров. Вопрос, платит ли компания налоги, где? Ответ. Вопрос, точно не в налогах. В России компания налогов не платит и никаких отчетов не сдает и не собирается. Я тут дополню и не должна, скажем так, потому что компания гонконгская, и платит она на основании законов и на основании норм налогообложения именно своей страны, Китая. Следующий вопрос. Сколько времени требуется для пополнения старого рекламного баланса с 11 по 14 июля, чтобы он заработал? Ответ. Мы начнем запускать рекламу на средства, выплаченные с 11 по 14 июля, то есть новые, да, покупки рекламного бюджета, после того, как закончим с неизрасходованными бюджетами. То есть, это следующий этап. Мы надеемся, что в течение следующей недели, в течение следующей недели, начиная с завтрашнего дня. Это предварительно, опять же, да, учитесь, пожалуйста, читать и принимать информацию правильно и не подменять желаемое за действительное. Действительное за желаемое. Что-то сегодня я заговариваюсь. Еще раз, мы надеемся, что в течение следующей недели они уже закончат вот этот этап с неизрасходованными бюджетами, запуском, да, неизрасходованным бюджетом и уже приступят к следующему, к запуску с 11 по 14 июля. То есть, тех рекламных кампаний, которые были проплачены в эти даты. Следующее. В какой срок или в какой момент начисляется компенсация 22,5% из фонда протект и отражается в строке протект ожидания с новых пополнений сумм, вставших в работу? Ответ. Первое. Когда появляется новый кэшбэк в статусе в ожидании, 22,5% от суммы этого кэшбэка появляются в протект в ожидании. Когда кэшбэк подтвердится, эти 22,5% от суммы кэшбэка переходят с счета протект в ожидании на счет протект доступно. И этими средствами можно воспользоваться незамедлительно для выкупа неверифицированного кэшбэка. Здесь давайте немножко остановимся. То есть важно понимать, что сейчас, например, вы купили новый рекламный бюджет. Или, например, у вас есть бонусные выкупы из кабинета IMG Network, вы их перевели, купив заранее НБОшки, купили, все, перевели. Они у вас тоже ушли в работу. Это новая покупка рекламного бюджета. У вас совершен на основе этого рекламного бюджета идут уже показы рекламы. Покупки совершаются. 55% по классике, как обычно, вам начисляется на зеленую карту. И дополнительно 22,5% уходит на разморозку в сумме равной 22,5%. Идет на разморозку строк под картой. То есть там у вас под картой в строчке сумма становится меньше на 22,5% от суммы конкретной покупки в конкретном магазине. И уходит в ожидании, протект в ожидании. Потом, когда по классике у вас из ожиданий в карте сумма перетекает уже в ваш кэшбэк, когда срок ожидания заканчивается, у вас синхронно эти же под картой 22,5%, которые у вас ушли в ожидании, протект в ожидании, они у нас уходят в протект доступно. И второе, на что нужно тоже обязательно обратить внимание. Компания по этому поводу не так давно писала, буквально на днях, что сейчас еще проводится работа. И я уверена, что здесь компания все возможные усилия приложит для того, чтобы разобраться с Роскомнадзором, восстановить, скажем так, справедливость и, соответственно, добиться правды. Тем более, что если вы почитаете вообще на каких основаниях, на сайте, да, там в Роскомнадзоре, на каких основаниях заблокировать, ну, там совершенно не соответствует тому, чем компания занимается, ну, ясно делаю, что это какой-то беспредел. Вот, я к чему. Поэтому если компания решит вопросы с Роскомнадзором на законных основаниях, и у нее будет, и она пойдет в агрегаторы, грубо говоря, да, пойдет, понятное дело, там все в онлайне, и потребует, уже теперь обоснованно потребует разблокировки кэшбэк-счетов, где заблокированы только наши с вами 55%, но и 45% компании, а это совсем другие суммы. Ну, либо наши там мелочи все-таки, если в глобальном масштабе, то там совсем большие суммы в разы. Вот, и разблокировка этих кэшбэк-счетов произойдет, то тогда компания выплатит нам единоразово все, что под картой. Но очень важный момент. Если вы до этого события, которому стремится компания сейчас, если вы до этого события нажмете на «Получить» вот этот протект «Доступно», который у вас сейчас потихоньку будет копиться, 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 то вы уже потом не сможете претендовать на вот этот перерасчет и на выплату оставшейся части разом, если разблокируют, с Роскомнадзором решается вопрос, и разблокировка это произойдет. То есть это нужно понимать. Компания вам дает выбор, либо вы частично уже сейчас начинаете забирать свои деньги. Компания, она говорит, ну, вы это поймете, да, это и так понятно из переписки, что мы обязаны, мы вам вернем. Кстати, пожалуйста, обратите внимание, если вдруг кто-то еще не читал, пользовательское соглашение, которое есть на сайте, его можно посмотреть внизу до того, как вы вбиваете свои данные и входите в свой кабинет, если вы уже в кабинете, то это можно посмотреть через лендинг, например. Там внизу тоже есть пользовательское соглашение. Пожалуйста, откройте и почитайте, чтобы у вас сложилось правильное понимание процессов по договору, кто мы, кто онлайн-магазины и кто наша компания в экспорт, Alliance Limited. У вас все встанет на свои места, там нет ничего сложного. Это нужно просто не полениться, выбрать время, сесть и прочитать. Идем дальше. Следующий вопрос. У некоторых партнеров при создании кабинетов и пополнении их сертификатами, сертификаты до сих пор не ушли в работу. Раньше сертификаты уходили в первую очередь. Хотя ранее говорила, что эта функция активна. Это какой-то сбой или все-таки к сертификату нужно добавлять живые деньги? Ответ. Мне неизвестно о такой ситуации. Сколько времени прошло с момента активации сертификата? Сертификат – вопрос. И представитель компании Евгений попросил предоставить пример. Будем разбираться. По этому поводу, значит, дополнительная информация будет позже. Следующее. Начали размораживаться средства под карты. Появилась заветная зеленая кнопка. Но нажимать ее еще не получается. Когда планируете запустить функционал размораживания этих средств? Функционал должен работать. Мы перепроверим, дайте пример аккаунт. То есть это тоже вопрос сейчас на дополнительной проверке. Но так или иначе компания говорит, что должен работать этот функционал. Это про то, что я сказала выше. Вы можете выбирать замороженные вот эти деньги, если приняли такое решение, идти по этому пути. Не теряя времени, я вот здесь добавлю. Не терять времени, не ждать то, что еще пока не 100% гарантировано, тем более. Следующий вопрос. Если фонд протект может быть активирован в будущем, даже если ай-маркетинг заблокирован, почему бы не активировать его сейчас? Это почти вернулось бы к нормальной жизни и высвободило бы деньги, которые действительно нужны некоторым людям. Ответ. У нас есть наша финансовая команда и наша стратегия. Наша обязанность выплачивать 55% от того, что мы получаем от агрегаторов кэшбэка. Поскольку средства заблокированы на счетах кэшбэка, и большинство из них еще даже не проверены, мы по доброй воле предложили механизм компенсации до того, как мы фактически получили деньги. Коллеги, все, кто слушает меня, пожалуйста, не пропускайте эту информацию мимо ушей. Вы просто вдумайтесь, что здесь написано. Какие здесь могут быть еще дополнительные вопросы? Мне совершенно непонятно. Знаете, тоже тут хочется проговорить вчера. Естественно, у нас есть случай с лидерами, естественно, мы там общаемся. И после того, как, собственно, в чат в лидерске была выложена эта информация, так всегда происходит, начинают поступать, поступать начинают вопросы. Вопросы, ответы на которых только что были выложены в тексте, черным по белому написаны. А, знаете, я хочу сейчас ко всем обратиться, ко всем осознанным, наверное, людям в первую очередь, кто считает себя взрослым, дееспособным и способным принимать правильные решения, способным анализировать полученную информацию. Пожалуйста, читайте. Вот даже если, я не удивлюсь, сейчас кто-то слушает меня, слушает, но не слышит. И это, к сожалению, правда. Много таких партнеров. Так вот, здесь речь про ваши деньги. Здесь речь про нормальный, грамотный инструмент, на котором можно зарабатывать, с помощью которого, да, можно зарабатывать, и не только вам, но и вашим близким, если вы дадите им эту возможность, примите решение, им об этом там рассказать, или они там сами вас просят, не об этом сейчас. Пожалуйста, проявляйте осознанность, читайте внимательно, перечитывайте по несколько раз то, что компания дает всю информацию. У нас же чтение по диагонали – это вообще нормальная практика почему-то. Этого быть не должно, мы все взрослые люди. Если кто-то со мной не согласен, ну, я, конечно, судить не могу, но в моем понимании таким партнерам здесь, наверное, не место. Здесь все-таки про бизнес. Дальше, зачитываю. А это я уже зачитала, давайте еще раз прям зачитаю. У нас есть финансовая команда и наши стратегии. Наша обязанность выплачивать 55% от того, что мы получаем торов. Поскольку среди агрегированные, большинство из них еще дали правильный подобный более правильный механизм компенсации для того, как мы фактически получили деньги. Просто прекрасно, и большое спасибо компании за такую возможность. Они как более сильное звено, скажем так, системы, взяла вот эту ответственность на себя. Еще хочется добавить про такое понимание. Я всегда говорю, что когда мы работаем с этой системой, мы вступаем в совместное предприятие. Я называю это таким образом, потому что в моем понимании, с моим опытом житейским, и это именно так. Мы вступаем в совместное предприятие. С нас покупка рекламного бюджета, с компанией, инструменты. Мы такая команда, которая знает свою работу, делает ее правильно, грамотно. Прибыль пилим. Все просто. Так вот, давайте не будем забывать, что когда у нас есть совместное предприятие, мы не только прибыль, доходы, плюшки разделяем, но мы еще и риски разделяем. Это нормально. Это про бизнес. Это про качество. Поэтому мы сейчас, скажем так, пожертвовали только временем. Немного. У нас заморозили, так сложилось. Заморозили нам сейчас эти деньги. Компания их уже размораживает. Инструменты для этого даны всевозможные. Выбор данный хоть так, хоть сяк. Пожалуйста, сама там пашет, и не дай бог никому попасть в эту жару, которая сейчас происходит. Или тут я тоже скажу, как человек, который работал в IT-компании юристом. Не дай бог нам попасть в такую жару, какая сейчас там происходит. Так, вы вообще как у Христа за пазухой, если хотите. Следующий вопрос. Делается ли что-то, чтобы нас убрали из списка ЦБ с признаками пирамид? По ЦБ вообще ничего не понятно пока, ни критериев, ни причин. Нам сообщили, что это произошло из-за того, что мы давали бонус за пополнение. То есть банк Тинькофф может рекламировать свою инвестиционную платформу, предлагая добавить на счет 100% от пополнения счета. А когда мы сэкономленные на своем процессинге проценты в качестве бонуса возвращаем клиента на счет, это признаки пирамиды. Непонятно пока ни критериев, ни причин. Разбираемся. Ну, тут можно только вот как смайлик вот так руками развести. И улыбнуться, наверное. Да, мы все-таки речь про Россию. Следующий вопрос. Всех интересует, какие шаги сделали юристы, поданы ли жалобы в прокуратуру и какая вероятность того, что этот вопрос с блокировкой разрешится. В прокуратуру, ответ, да. В прокуратуру никаких жалоб не подано. Чтобы подать жалобу, необходимо понимать суд претензий, чтобы провести свои аргументы. А тут даже суть претензий не ясна. Ну, опять же, что хотят, то и делают. Следующий вопрос. У многих клидеров бонусные деньги еще с июля стоят на рекламном балансе и не уходят в работу. Если к ним добавятся новые, они уйдут вместе? И как скоро? Ответ. Они ждут своей очереди на запуск после неизрасходованных бюджетов. С новыми бонусами не уйдут. Уйдут в свою очередь. Там отдельный учет. Вот сейчас давайте на этом остановимся, притормозим. Вот можно прямо на моем примере. Прошу прощения, демонстрацию экрана сейчас не могу сделать по техническим причинам. 11 июля я поставила на выкуп очередные 2000 долларов. У меня есть бонусный выкуп, да, по маркетинг-плану. Мы работаем, развиваем, вкладываемся временем, энергии в команду, поэтому компания нас за это вознаграждает. Об этом все знают. Если вы не понимаете, о чем я сейчас говорю еще раз, к наставнику, смотрим маркетинг-план, все станет понятно. Итак, 11 числа я нажала на кнопку, у меня в рекламный баланс ушли 2000 долларов. Они должны были через 2 суток уйти в работу и, собственно, добавиться в рекламный бюджет. На них уже должна была быть запущена реклама. Так как 12 числа произошло то, что произошло, об этом сейчас уже не будем говорить, эти деньги зависли над картой. Они у меня сейчас до сих пор там висят. Вчера включили покупку рекламного бюджета, то есть перевод бонусных выкупов. Вновь включили. Я нажала кнопку в связи с тем, что в июле месяце я получила очередную премию от компании 650 тысяч долларов. Я уже теперь не 2000, а 3000 единоразово имею право выкупить. Собственно, что я и сделала. И у меня на данный момент сейчас 5000 долларов висит над зеленой картой. Вопрос был как раз таки про это. Все 5000 сейчас уйдут в работу или по раздельности? На что компания и ответила. 3000, которые я вчера перевела, выкупила, они уйдут по регламенту. И они будут зачитываться для фонда протек для разморозки, для этих 22,5%. Те 2000, которые я 11 числа перевела, купила на них бюджет, вот бонусный выкуп перевела, они уйдут в свою очередь, там отдельный учет, после неизрасходованных бюджетов. То есть, надеюсь, здесь вопросов больше не будет тоже, потому что видела, что возникает недопонимание. Следующее. Сейчас кабинеты работают некорректно. Из неизрасходованных в работу ушли большие суммы, а кэшбэк начисляется несоразмеримо маленький с этими суммами. В статистике невозможно отследить, какая сумма ежедневно списывается. Видно только сумму кэшбэка. Отсюда непонимание, есть ли сроки, когда кабинеты будут корректно работать. Это второй, наверное, такой прям горячий вопрос на протяжении последних двух недель. Я думаю, здесь все со мной сейчас согласятся. Ответ компании. У меня нет информации о том, что кабинеты работают некорректно. Прошу предоставить пример со скриншотом, обязательно разберемся. Что хочется здесь сказать, подытоживаем. Ждем. Задача лидеров уже вчера в процессе брифинга. Задача лидеров была предоставить вот эту всю информацию. Более чем достаточно. Нам сейчас с вами, скажем так, простым партнерам сейчас докидывать и загружать техподдержку уже не нужно. Сейчас уже над этим вопросом разбираются. От себя тоже добавлю, опять же, как человек, работающий в эти компании. Меня вчера задали вопрос, а вообще нормально это, что компания там не в курсе была какого-то недочета, бага или так далее. Это нормально. Это бывает. Это называется обратная связь с полей, которую компания вчера получила, да, получила именно руководство, что тоже важно. Не в то, что в саппорт там кто-то, возможно, писал в течение этих двух недель, а руководство получило. И был четкий ответ. Не знали? Покажите детали, разберемся. Все. Поэтому ждем. Я думаю, в скором времени с этим все наладится. Самое главное, что реклама работает. Самое главное, что мы видим, что реклама запущена. Так что тут просто вопрос, опять же, небольшого недлительного времени. Следующий вопрос. Можно в разделе статистика разделить начисление кэшбэка на неизрасходованные средства и на активность, чтобы можно было видеть расход по тем и другим средствам? Ответ. Все будет отражаться вместе, так как они идут в равнозначные рекламные кампании. Мы не сможем их разделять. То есть это в продолжение предыдущего вопроса и ответа про корректную работу. Именно что у нас неизрасходованные уходят, но пока нигде не отражаются. То есть фактически деньги работают, а на картинке мы этого не видим, что они нигде не зафиксировались. То есть такое ощущение, что они просто стерлись. Нет, они ушли в работу, они работают, картинка скоро обновится. Следующее. Как будет проходить транзакция, если блокировка с Роскомнадзора будет устранена при использовании совершенных средств? Тут у меня немножко лишнее. Ответ. Нам нужно, первое, выйти из списка заблокированных. То есть это первостепенная задача. Второе. Добраться до агрегаторов кэшбэка с результатом. Показать, что, ребята, вот тут была ошибка, мы разобрались. Следующее. Вывести кэшбэк. Это как раз-таки про вот эту единоразовую полную выплату. То есть компания в этом тоже заинтересована. Там огромные суммы зависли у них. Это у нас, нам кажется, большие суммы. На самом деле у них зависли огромные суммы в том числе. И четвертое. Немедленно выплатить все подтвержденные средства. Это, собственно, то, что я сейчас проговорила. Следующий вопрос. Партнер из Израиля просит добавить израильские банки в списки для ввода и вывода на банковские карты. Возможно ли это? Ответ. Пока мы не закончили с перезапуском компании, никаких стран ни для ввода, ни для вывода добавляться не будет. К сожалению, первый приоритет – это перезапуск. То есть сначала нужно возобновить полностью всю работу, а потом уже, как говорят, перекупы автомобилей и ресниц красть и добавлять всевозможный функционал. Следующее. У меня в структуре есть партнеры, которые до перерасчета заходили с подарочным сертификатом, затем пополняли кабинеты, и сейчас у них деньги находятся только под картой в позиции «Ваш кэшбэк» и «Ожидает». Чтобы им накопить первые 100 долларов для вывода, получается, им нужно вносить только новые деньги? Опять же, прошу прислать примеры e-mail, чтобы мы могли посмотреть, что там. То есть необходимо детализацию сделать для того, чтобы корректно ответить на этот вопрос. И смею предположить, если вдруг обнаружится, что что-то там работает не так, что в принципе нормально в IT-компании, то это уже будет устранено. Следующий вопрос, 16-й. Рекламные компании на средства, внесенные или реинвестированные с 10 по 13 июля, будут считаться новыми пополнениями со всеми вытекающими последствиями? Начисление партнерки, включение в товарооборот, формирование фонда протектов или нет? Обратите, пожалуйста, внимание, сейчас очень внимательно послушайте. Еще раз прям зачитаю вам. Рекламные компании на средства, внесенные или реинвестированные с 10 по 13 июля. Это те деньги, которые тоже у вас в момент блокировки Роскомнадзором висело над карточкой. И это не про бонусы. Так вот, это как новые считаются или нет? Ответ. На средства, внесенные или реинвестированные с 10 по 13 июля, партнерка уже была начислена. И в оборот структур эти средства учтены. То есть эти средства, они сейчас у вас включены в строку неизрасходованной. А про строку неизрасходованную я зачитала почти в начале. Можете потом отмотать, записи переслушать. Ну и, собственно, текст у вас тоже должен быть. Следующий вопрос. Когда планируют запуск реинвест или пополнения, которые были после 12 июля? Ответ сразу после того, как мы закончим запускать все неизрасходования бюджета. Знаете, вопрос реально. Оттуда потому, топтание на место иногда, но, в принципе, это неплохо. Лучше переспросить, если что-то непонятно. Следующий вопрос. Понятно, с неизрасходованными средствами. Они ушли в работу, будут приносить доход. Понятно, с теми средствами, которые были в ожидании. Их заморозили. И спасибо вам, что их можно будет вывести через протекс. Но почему заморозили все те средства, которые были на кэшбэке, доступны к выводу? Что тоже вопрос, кстати, который партнеры частенько задают. И, по сути, люди могли бы их вывести еще, к примеру, 11 числа до блокировки. Просто по какой-то причине не вывели. Но они были в доступе. Было бы лояльно к этим средствам открыть доступ, и пусть человек сам решает вывести их или поставить на реинвест. Ответ компании. Вы в разных комбинациях уже в третий раз спрашиваете этот вопрос. Потому что компания обязана выплатить клиентам 55% от всего полученного от агрегаторов и ритейлеров кэшбэка. Еще раз я от себя прошу, прочитайте, пожалуйста, пользовательское соглашение. Там все написано черным по белому. То есть принцип такой. Получили – выплатили. Не получили – не выплатили. Как ранее пояснялось, после подтверждения кэшбэка ритейлерам проходит значительное время, пока ритейлер выплатит кэшбэк агрегатору, фактически выплатит. И агрегатор, в свою очередь, выплатит кэшбэк нам. Фактически выплатит нам. Компания в экспорт всегда выплачивала кэшбэк, как только он подтвердился ритейлерам, фактически авансом, за долгое время до того, как деньги были получены от агрегатора, чтобы уменьшить фактическое время ожидания нами, клиентами. То есть те средства, которые вы видели на своем аккаунте в разделе «Доступно» 10, 11, 12 июля и так далее, не были фактически нами получены. Мы их не выплатили из-за этого. Фонд Протект предлагает механизм выпуска, независимо от того, получили мы средства или нет. Следующий вопрос. Здесь, по-моему, все максимально просто. И как у меня тоже есть обратная связь, когда человек кому-то читает слух или когда вы перечитываете вслух, не торопясь, просто вопросов не остается. Все предельно понятно. Следующий вопрос. Получается, что пострадали те, кто держал средства на счету компании, не спешил выводить и в кэшбэке заморозилось 5-10 тысяч и в выигрыше остались те, кто сразу выводил. Ответ. Больше всех пострадала компания, которая взяла на себя обязательство выплатить даже то, что не получила. Это опять-таки про те авансовые платежи. Следующий вопрос. Благодарим вас лично и вашу команду за терпение, профессионализм, за возможность, которую вы нам даете уже третий год зарабатывать отличные деньги. Я, кстати, к этому присоединяюсь. Мы уверены, что из этой ситуации компания найдет выход и выйдет с достоинством. Ответ. Спасибо, мы делаем все, что в наших силах и строго следуем озвученному плану. Все шаги ясны. Чуть не хватает терпения всем. Ну, человеческий фактор. Нет, всегда было, есть и будет. Даже в бизнесе. Теперь вопрос. Блокировка Роскомнадзора приостановила работу агрегаторов с компанией. А как это влияет на уже заработанный кэшбэк компании в экспорт? Покупки совершены. Ритейлеры получили свой доход. Работают ли юристы компании над решением этого вопроса? Ответ. Вывод кэшбэка находится в зависимости от решения вопроса с Роскомнадзором и ЦБ. Это не отдельные вопросы, и их не решить параллельно. Их можно решить только последовательно. Следующий вопрос. Вопрос по АНБ. Если появилась возможность рекламные балансы пополнять с бонусных счетов, то когда мы сможем выкупать НБО? Благодарю вас за ответ. И большая благодарность от всех нас за ваш труд. Ответ. НБО можно покупать, если не ошибаюсь. Кстати, от себя добавлю, коллеги. Действительно, все это время я и мои партнеры спокойно покупали НБО. Если вдруг вы ждали, то вы можете тоже заходить на биржу и НБО покупать. Обратитесь, пожалуйста, прямо сейчас во время брифинга с примером в поддержку АИ, если посмотрят, что и как не получается. Ну, все работает. Эта информация, по крайней мере, от меня и моей команды. Нельзя, конечно, исключать какие-то единичные случаи. Они всегда были, есть и будут. Какие-то персональные, может быть, извините, затыки, когда что-то там не сработало. Но, опять же, в целом НБО покупает, все работает. Следующее. Большинство инвесторов ждут своих денег, чтобы проверить надежность компании и не хотят отправлять робота до тех пор, пока деньги не будут возвращены. Как говорится, почему нет? Это право каждого человека принимать решения самостоятельно. Никто никого не заставляет, не переубеждает, не тянет и так далее. Ответ компании. Это то, что есть. Мы приняли удар на себя и справились с ним. Они могут сделать это вместе с нами или подождать лучших времен. Это зависит от них. Ну, собственно, выбор за каждым. На сегодня все. Давайте договоримся о встрече через две недели в 9 в Москве в субботу 18 сентября. Так, сейчас я перейду к чату. Дайте мне буквально одну минуту. Что еще хочется проговорить от себя, коллеги? Как и где покупать НБО, Юля, к наставнику, пожалуйста, обратитесь. Либо можете хотя бы на моем канале посмотреть маркетинг-план. Там тоже информация по этому поводу есть. Ну и лучше к наставнику, конечно, чтобы вас научили, провели, первый раз показали, как это делается. Так, 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 что еще я не проговорила, но хотела. Да, тоже компания по этому поводу недавно писала. Хочется еще раз обратить на это ваше внимание. Я уже сказала тут про осознанность, да, про дееспособность и так далее, если позволите. Огромная просьба ко всем партнерам. Не забывать, что у каждого из вас есть или должен быть наставник. Если у вас есть какой-то вопрос, если у вас что-то не работает, если вас что-то беспокоит, вы в первую очередь должны задать этот вопрос наставнику, поискать ответы сами, да, задать вопрос наставнику. Если вам наставник говорит, я не знаю, значит, вы ему должны ответить, уважаемый, дорогой мой, там, любимый наставник, у тебя тоже есть свой наставник, пожалуйста, иди, спроси у него. Понимаете, мы, почему наставничество сейчас так хорошо ценится, почему я здесь сейчас, да, потому что компания хорошо вознаграждает именно за то, что я делюсь информацией, даю какие-то разъяснения, делюсь знаниями своими, время уделяю и так далее. И каждый, кто хоть одну реферальную ссылку дал, человеку рассказал, он получает от компании за это вознаграждение в соответствии с маркетинг-планом, и он возлагает на себя этим обязательство помогать вам разобраться. Пожалуйста, не нужно закидывать техподдержку теми вопросами, которые не являются, ну, фактически, вот, вообще прерогативой этой техподдержки. Очень мало. На самом деле, очень много мусора пишут, все подряд, а еще и как пишут. Есть правила, да, тоже многократно компания по этому поводу уже давала разъяснения. Если, например, партнер моей команды, то есть набор материалов, набор материалов, инструкций, посмотрите, там все четко написано, что можно, что нельзя, писать одним сообщением, да, писать там это, это, это то, то-то писать не надо. Ну, в общем, все, что нужно. Пожалуйста, не захламляйте техподдержку ненужными сообщениями. Не написывайте. В первую очередь спрашивайте и советуйтесь с наставником. Еще тоже такая рекомендация. Познакомьтесь, попросите познакомить вас, вашего наставника с вышестоящим наставником, потому что так бывает, что вот наставник не на связи, например, да, ну там уже в дороге или еще что-то там заболел, не дай бог. У вас должен быть контакт с вышестоящим, и вышестоящий должен вам помочь в такой ситуации. Это все нормальные рабочие процессы. Так, 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 что еще хочется проговорить? Ну, собственно, по большому счету все проговорил. Сейчас пройдемся по вопросам. Единственное, добавлю, что в ближайшее время мы планируем провести для наших партнеров, ну, собственно, для всех, кто хочет посмотреть здесь через YouTube-канал тоже, планируем провести прямой эфир и предложить как один из возможных вариантов, стратегию, одну из возможных вариантов, да, стратегию, как максимально быстро, если вы приняли решение выбирать, скажем так, свои деньги через фонд протект, как это сделать максимально быстро и с наименьшими потерями, скажем так, для себя. Вот. Возможно, будет где-то на неделе, может быть, вторник-среда. Так, сейчас пройдемся по вопросу. Я вас очень прошу, если вдруг вы написали какой-то вопрос, когда я зачитывала протокол, но потом ответ на него услышали, найдите его, пожалуйста, удалите, чтобы я не потеряла в огромной куче этих сообщений, не потеряла то, что действительно нужно мне сейчас увидеть. Вопросов очень много. Сейчас посмотрим. Так. Что-то про какие-то прогнозы не совсем понятно мне. Прогноз на 8 сентября. А, кстати, да, улыбнуло меня некоторое время назад. Я думаю, сейчас кто смотрел этот ролик тоже понимает, о чем я. Какой-то человек, который совершенно не понимает вообще систему работы и маркетинга, систему движения денег, откуда они, в чем продукт там и так далее. Ну, он вангует или там еще как-то, что 8 сентября. 8 сентября, значит, там время даже какое-то, точное время, да, сказал, когда ай-маркетинг закроется. Ну, что ж, осталось буквально недолго, поживем, увидим. Мне очень интересно, что будет потом, что будет 9-го, когда мы зайдем в свои кабинеты, все будет работать так же хорошо, что планируется ли какое-то там, не знаю, разоблачение или еще что-то по поводу этого ролика. Кто не видел, ну, поищите. У меня, к сожалению, не сохранилось. Так. Чтоб сработала кнопка протект, возможно, тоже есть минимальная сумма, к примеру, 10 как при выводе. Да. Анна, правильно пишите. Так. Татьяна, с какого они зарегистрировались? Тут уже переписки пошли. Переписки я не буду вникать. Пожалуйста, на неизрасходованный бюджет, который ушел в работу, начисляется партнерка, статус кабинета выключен или только на новые пополнения. Еще раз. На неизрасходованный бюджет, который ушел в работу. Смотрите, если у вас неизрасходованный ушел в работу, робот работает. Сумма же ушла в работу. Робот работает. Робот включен. По маркетинг-плану все работает. По поводу того, что статус выключен, еще раз, да, это картинка. которая, как выяснилось, вообще об этой ситуации компания не знала, либо не знала руководства. Будем разбираться. В любом случае, у нас у всех сейчас, кто не покупал новый рекламный бюджет, но ушли, у кого деньги в работу не израсходованы, прям робот выключен, но мы видим, что покупки идут, кэшбэк начисляется. Так что ждем просто обновления картинки. По маркетингу все работает. В Москве офиса нет, Артур. Офиса в Москве нет, чтобы можно было туда ножками прийти. В Москве есть юридическое лицо. В Лондоне и в Москве. И для чего? Это тоже юридические, скажем так, веревки. Для чего? Об этом тоже многократно говорили. В Лондоне и в Москве тоже для того, чтобы компания могла выпускать, в кэшбэк-карте. Тут никого не держат. Правильно, Таня, никого никто не держит. И это очень приятно. Каждый делает выбор. Знаете, честно, наверное, будет даже хорошо, если вот в связи с такой ситуацией, в прошлогоднее, тоже помните, да, либо с рассказов, помните, либо сами присутствовали, да, в прошлом году. Очень хорошо, если отсеиваться, рано, скажем так, рано заниматься подобным бизнесом, рано заниматься вот таким направлением. Есть такие люди, не боги, горшки обжигают, это нормально, поэтому, ну, отсеятся, придут потом. Уже придут, зато с осознанием каким-то. Наверное, это даже хорошо. Так, я с компанией, меня все устраивает. Так, так, так. Пытаюсь найти вопрос. Давайте, у кого есть какой-то вопрос, продублируйте его в конце, наверное, потому что что-то здесь такие переписки коллеги устроили. Когда уже вводить будем деньги? Будет ли работать? Гулжупар Мукашева. Пересмотрите в запись, если вдруг что-то не услышали. Так, у меня вообще не израсходованные не ушли, Марина. Не всех ушли, не у всех еще ушли, да, то есть нужно понимать еще раз, поэтапно, 3 миллиона активных кабинетов не у всех еще ушли. Это поэтапно. Каждый день в среднем по 150 тысяч кабинетов обновляется. Так, Азат пишет, я вчера вечером ставил деньги на вывод, сегодня ближе к обеду деньги пришли. Спасибо за информацию, Азат. Так, всегда на брифингах говорили, не выкладывайте свои последние деньги, тем более аккредитованы все мы здесь взрослые люди, чего сейчас жалуются полностью. Ева с вами согласна. Так, у меня не израсходованные ушли неделю назад ничего, покупок никаких, все как остановилось, 15-го, так и стоит. Куда ушли деньги, Эльвира? Вам нужно с наставником поговорить и показать свой кабинет, потому что, ну, что-то не сходится, если честно. У всех, у кого не израсходованные ушли, у всех реклама идет. Посмотрите, пожалуйста, в статистике. Посмотрите, пожалуйста, нажмите кнопку продавания. Ну, не может такого быть у всех. Честное слово, как будто вы что-то либо не посмотрели, либо, не знаю, кнопку обновить не нажали. Может, вы на том кабинете смотрите. Я прошу прощения, если ошибаюсь. В любом случае, с наставником, пожалуйста, этот вопрос поднимите, потому что даже если так, такого быть точно не должно. Так, насчет запуска украинских карт. Так, и ничего не сказали. Возможно, скажут, когда финансовые вопросы закончат. Марина, да. По поводу запуска карт и так далее. После того, как мы сейчас восстановим, компания восстановит, поставит на рельсы всю работу базовую, скажем так, да, именно запуск компаний. Так, говорят, ведь работа идет. Все в порядке очереди. Нельзя отдавать последнее. Так, это уже. Так, ребята, есть ли вопросы? Я ввела в третий аккаунт примерно 8 июля 200. Что будет с ними? Вы это сделали 8 июля. Они сейчас у вас в строке не израсходовано. И запустятся в работу. Или уже запустились, Татьяна. Соответственно, будете получать с них кэшбэк. Все в порядке. Я вложил деньги 5 месяцев назад. Но сейчас, чтобы их вывести, нужно вложить еще столько, чтобы их вывести. Но если у меня нет, чтобы вложить, мне придется попрощаться с ними. Артур Арутунян. Чем вы меня слушали? Нет, вам не нужно, если вы не хотите, или у вас нет сейчас денег, если вы там сомневаетесь в компании или еще что-то, не покупайте рекламный бюджет. Пожалуйста, не делайте этого. Дождитесь, чтобы ваши неизрасходованные ушли в работу. Если у вас робот остановился, то есть он был неактивный, если у вас все деньги были в строке кэшбэк до остановки или в строке в ожидании до остановки до 12 июля, соответственно, они сейчас спустили все под карточку. И, соответственно, да, в таком случае, для того, чтобы компания вам разморозила те деньги, которые не выплатила, не выплатили агрегаторы компании, но компания идет на уступки нам в том числе. Вспомните про разделение рисков, я уже про это сказала. Купите новый рекламный бюджет, ну, либо подождите лучших времен. Так, я только с конца июня в бизнесе ничего не смогла вывести. Татьяна, все выведите, не переживайте. Что хочется сказать, в том году в июле тоже была ситуация не такая, не с Роскомнадзором, с кардерами, да, связанная. Компания вышла из этой ситуации, там было еще хуже по рассказам, скажем так, старожил. Да, я сама лично зарегистрировалась в компании 20 августа, 30 августа купила первый рекламный бюджет. И я вам что хочу сказать, ни разу на мне и на работе в моих кабинетах не отразилась эта ситуация, буквально вот-вот, за месяц прошел, да, не отразилась вот эта ситуация. У меня все работало всегда как по часам. Ну, собственно, и у всех партнеров всегда все работало как по часам. Поэтому мы видим, что произошла какая-то ситуация, компания так остановила, оглядели, поняли, проанализировали план, составили план, уследует нас в информационном поле, значит, держит, мы в курсе, что как идет. Все, все работает уже. Сейчас еще пока не до конца, но я так понимаю, уже процентов на 50-то точно, если не больше. Так, все будет работать. Мысли материальные, меняйте их срочно. Правильно, Оксана. Так, а как где покупать он будет, я уже сказала, Юля. Обратитесь к наставнику, смотрите материалы, их очень много. Так, Татьяна пишет. Инвестиции – это всегда риски. В данной ситуации мы и компания жертвы абсолютно внешних факторов, но компания старается и пытается выйти из ситуации максимально лайтово, но не у всех есть терпение. Терпение, если вы работаете с деньгами, да, если вообще речь, в принципе, про деньги, про взрослый бизнес с большими цифрами, терпение – это, по-моему, один из главных факторов. Так, так, так. Так, НБО не купить, наверное, все ринулись и обвалилась биржа, наверное. Все покупали. Может быть, говорю, какие-то единичные случаи. Так, Андрей, вопрос к Ане. Почему график на Алексе растет в то время, как работа с агрегаторами прекратилась, он рос весь прошедший месяц? Хороший вопрос, Андрей. Смотрите, сейчас объясню. Если вы внимательно изучите сайт Алекса, для тех, кто не знает, это сайт от компании Амазон, да, независимый, скажем так, источник получения информации о рейтингах всевозможных онлайн-ресурсов, то есть там сайтов, интернет-магазинов, всего-всего-всего, чего более 15 миллионов вообще по миру, да. А Алекса – это один из таких источников информации. Ну, в общем, они систематизируют, нам выдают, в том, каком месте в рейтинге. Так вот, если вы внимательно изучите, вы найдете там информацию, что на Алекса к нам, собственно, если мы смотрим, да, информация попадает не в моменте. Там идет задержка 2-3 месяца. Поэтому осенью, я думаю, мы должны будем увидеть вот эту коррекцию. Сейчас мы видим то, что было, получается, где-то май-июнь. Так, 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 так. Как понять расход своего бюджета? Сумма в работу ушла большая, сумма кэшбэка значительно меньше, чем раньше. Хотелось бы знать, не превышают ли расходы дохода? Сергей задает вопрос. По поводу того, как понять, информация скоро отразится. Компания приняла обратную связь, что не работает, вот эта картинка не отражается, скоро будем все видеть. Опять же, пожалуйста, партнеры, не забывайте про то, что у каждого из вас, когда вы только в самый первый раз купили рекламный бюджет, вы наблюдали разгон, назовем это так. Роботы разгонялись ваши, да, то есть не сразу, бах, и в один день у вас там уже пошли хорошие крупные суммы. То есть сначала было гораздо меньше, чем потом. Вся ситуация точно такая же. У нас роботы запускают со старта с нуля. Все выназиться. Поэтому прошло еще недостаточное количество времени, чтобы судить о том, что большие там или маленькие кэшбэки мы получаем. Так, у меня есть кабинет, где есть кэшбэк к выводу, который я планировала отправить в реинвест. Я скопила первую сотку, накопила, сейчас я с ним сделать ничего не могу. То есть нужно мне покупать новый, у вас эти деньги уйдут, ушли, неизрасходованы, да, и на них запустится новая рекламная кампания. Не будет таких людей, которые не заберут так или иначе свои деньги. Вот это поймите, потому что многие не слышат. Они читают, ты ему говоришь пять раз, они не слышат. Они говорят, что не вариант деньги забрать? Вариант деньги забрать. Вариант. Анна, подскажите, если ушли в работу неотработанные, но при этом отработаются деньги, с пополнением робот выключится, а при пополнении партнеров снизу буду ли я получать пять процентов и по РТН? Галя. Смотрите, здесь все по стандартной схеме. Если у вас робот фактически работает, по маркетингу вы получаете. Если он у вас выключится, и вы не купите так же, как всегда и было, у вас робот выключился, вы не сделали там реинвест, либо новый бюджет не купили, ну, соответственно, по маркетингу вы не получаете. Единственное, что вы получаете, это пять процентов отлично приглашенных, которые купили рекламный бюджет. Ну, вы, собственно, пять процентов эти будете получать. В кабинете АНБ у вас все будет уходить в так называемый штраф. Ну, штраф – это не штраф, опять же, для новичков. Штраф – это не штраф, это тонкости перевода. Если вы не понимаете, о чем я говорю, пожалуйста, посмотрите маркетинг-план и спросите у вышестоящих наставников, что такое понимание и маркетинг штраф. Анна, предложите руководству сделать доступным удаление кабинетов, ненужных или созданных ошибки, и меньше работы у нас, меньше... Очень хорошее предложение. И уже, я вам так скажу, уже по этому поводу тоже компании говорили, но, смотрите, сейчас приоритет перезапуск компании, наладка вот этих всех процессов. Потом будет приоритет, в конце концов, кэшбэк-карты выпустить. Потом уже приоритет мы с весны ждем, когда включится опять покупка бюджетов с банковских карт. Да, потом еще... То есть представляете, насколько сильно сейчас компания отстала от дорожной карты. И в дорожной карте этого... Этой цели, этой задачи не стояла. Возможно, на следующий год. Возможно, да. Ну, так или иначе, по этому поводу уже лидеры с компанией разговаривали. Это я вам могу совершенно точно сказать. Так, когда закончат перерасчет кабинетов? Серикова Ирина спрашивает, да, ну, опять же, как это было? Три миллиона там плюс, да, три миллиона плюс активных кабинетов. В среднем по 150 плюс-минус 150 тысяч кабинетов в сутки обрабатываются. Ну, соответственно, сейчас уже должны быть последние. Вот как раз-таки сегодня, завтра, послезавтра, насколько я это понимаю, да, по подсчетам, должны уже обновляться последние. Робот фактически работает, статус выключен. Можно ли погружать чеки с покупок? Елена Волик спрашивает, прошу прощения, если ошиблась в произношении фамилии. По-хорошему, да, вы можете подгружать чеки, конечно. У меня все выключено, было 90 неизрасходовано и 88 на реинвестии. Проработала пять дней, остановилась. Что делать дальше? Кому писать? Никому писать не нужно, у вас неизрасходованный бюджет отработал. Еще такой момент, смотрите, если у вас, например, над картой зависла какая-то сумма, вы, например, реинвест сделали, да, перед 12 июля, она у вас сейчас висит, опять же, над картой, но точно такая же сумма, сумма больше висит еще и в неизрасходовом. Так вот, все, что висит у вас над картой, вот эта сумма, она просто, знаете, как след оставила, то есть она ушла в неизрасходованную, она у вас запустилась. Вы же ее на рекламу, когда реинвестировали, вы купили новый рекламный бюджет, вот она у вас с неизрасходованными в том числе и запустилась. Если у вас уже отработала сумма неизрасходована, у вас просто, как обычно, как всегда это было, робот остановился, вы либо там дожидаетесь сделать реинвест, либо покупаете новый рекламный бюджет, здесь все стандартно. Так, на оффлайн покупки протект не распространяется, кэшбэк подтверждается, в ожидании протект не отражается? Нет, конечно, на оффлайн покупки не должен. Опять же говорю, конечно, на самом деле, возможно, ошибаюсь, нельзя такого тоже исключать, но насколько я понимаю, насколько я понимаю, знаете, я не могу вам сказать точно ответ по этому поводу, именно про оффлайн покупки распространяется или нет, потому что ни разу никто не задавал такой вопрос, и компания именно про оффлайн не озвучивала. Помните, бюджет все пойдет своим чередом. Да, все правильно. Заходи по сертификату, он отработал, но картинка такая, в балансе 50 висит, в статистике все по нулям, только кэшбэк начислился, нам написать в саппорт или еще эту неделю подождать? Давайте, Светлана, подождем, потому что, я говорю, по поводу сертификата, вчера подняли тему. Если там будет что-то новое, какая-то информация в каналах, тоже об этом узнаем. Ну и, собственно, от этого будем уже плясать. Когда можно будет выводить средства с кабинета? Алексей, ну, мы уже сейчас выводим. Вон выше Азад, например, писал. Вчера поставил на вывод, сегодня получил. Я пока коплю. Не могу пока показать вам, что я прям вывожу, потому что я коплю. Но многие партнеры уже сейчас выводят. Так, на неудобные вопросы никто не отвечает. Одна вода. Любовь Студенекина, ну, если у вас есть какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, продублируйте, я на них отвечу. Вот. А со своим мнением, ну, идите к наставнику, как говорится. Если вам что-то не нравится, вас здесь никто не держит. Кнопка выход всегда в доступе. Так. Были неизрасходованы, ушли в работу. Статус кабинета сейчас выключен. Но продажи идут. Это то, о чем я говорила, Ирина. Да, просто картинка выключена. Ну, она не соответствует действительности. Скоро это обновят. А в партнерке стоит штраф. Нужны ли свежие вложения? По факту работа идет. Почему пролетела партнерка? Скорее всего, попали на тот момент, когда у вас еще неизрасходованные не запустились, но кто-то в структуре сделал покупку рекламного бюджета новую. Соответственно, поэтому они у вас ушли в штраф. Вот как раз-таки это та ситуация, по поводу которой 16 августа на брифинге компания дала рекомендацию. Если у вас есть команда, да, которые могут сейчас покупать рекламный бюджет новыми, скажем так, уже деньгами, да, не ждать неизрасходованных, то чтобы вам не пролететь по партнерке с штрафами словить, рекомендуем вам купить рекламный бюджет. Вот, скорее всего, вы попали вот в этот промежуточек, когда у вас еще не запустились эти неизрасходованные, но кто-то в структуре купил бюджет. Так, 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 так. Нет, были неизрасходованные на реинвест. Это я не понимаю пока, к чему речь. Все инфы понял, что пока либо не отключится, либо не восстановится, нет смысла задавать вопросы. Виктор Мещанкин, вот как раз-таки, по-моему, вы относитесь к той категории, которая не с нами. Я прошу прощения за резкость. Все разжевано, дальше некуда. Вообще о чем здесь можно еще говорить? Мне такой вопрос, почему Binance 150 миллионов 750 человек работает только Binance. А почему здесь Binance? Не про Binance сегодня точно общаемся. Добрый день. Так, скажите, пожалуйста, как можно вывести, каким способом? Всем предложенными на сайте. Все как обычно. Алексей Агарков, уточните. Ну, если есть какие-то затруднения у наставника, вам должны помочь. Добрый день всем. Вопрос. Сколько расходуется, где можно посмотреть эти суммы по неизрасходованным бюджетам в сутки на рекламу при выключенном роботе? Робот включен еще раз, да, Сергей. Робот включен. Вы просто этого, просто статус не обновился. Фактически неизрасходованные суммы ушли в работу в статистике и в покупках. Вы видите, что покупки эти идут. Купля-продажа совершается благодаря вашей проплаченной вами рекламе. Сколько расходуется, где посмотреть эти суммы? На данный момент нигде, потому что компания приняла информацию, что этот функционал сейчас не работает, у нас не отражается в кабинете, они почти налаживают. Когда начнется движение со средствами в ожидании? Я попугаем быть, не хочу. Так, пополнять бюджет с Perfect Money в данный момент не стоит? Светлана, да, в данный момент пока не стоит. Попробуйте, ну, может быть, к концу недели, может быть, на следующей неделе. Попробуйте. Если будет какая-то информация от компании по этому входу, обязательно на каналах тоже выложим. На данный момент пока не рискуйте. Если есть возможность, через другие источники пополните, пополните через другие варианты. У меня второй кабинет полностью обнулился. На основном кабинете кэшбэк, отработанный нулевой. Так, второй кабинет обнулился? Ну, ок, он все равно нам не особо нужен второй кабинет, если мы про семейную ножку говорим. На основном кабинете кэшбэк нулевой кэшбэк. Все деньги, которые были у нас, все спустилось под карточку. Ну, вот, вам нужно почитать в хронологии. Анна, я поняла, что кнопку получить кэшбэк пока не нажимаете или не получить, если мы говорим про кнопку, именно протект, получить протект, да, доступный. Решайте вы. Если речь про кэшбэк, если у вас обновился кабинет, и у вас есть кэшбэк уже в карте, соответственно, тоже хотите реинвестируйте, хотите выводите. Так, так, так. Так, внеизрасходованных ноль в строке ваш кэшбэк 113. Я их капец, я об этом. То есть нужно покупать новый бюджет. Внеизрасходованных ноль. Вопрос. Ноль с самого начала или он сначала был, а потом стало ноль? Если стало ноль, но сначала были внеизрасходованных деньги, значит, они у вас ушли в работу. В строке ваш кэшбэк, опять же, уточните, пожалуйста, на зеленой карте или под картой? Так, у меня неудобный вопрос про многомиллионные бонусы, выплачиваемые компании, а на кэшбэк нет выплатить. РК Ника. Сначала начинать нет никакого желания. Вся информация предложена, и про многомиллионные тоже. Все разжевано. К доставнику обратитесь, вам все объяснят, ну, по крайней мере, должны. Что, где, откуда деньги, Сеня. После того, как компания решит вопрос от блокировками, выплат из протект завершится. Виктор Котяш, смотрите, еще раз, да. Когда компания решит вопрос с Роскомнадзором, вот это вот все произойдет. Если вы до того момента из фонда протект уже не будете выбирать свои деньги, то, соответственно, да, вам выплатят все просто в один день. Если вы уже начнете постепенно через протект выбирать деньги, то вы тогда до конца и будете выбирать, но заберете свои деньги полностью таким образом. То есть два варианта развития событий нам предложено. А если первые 100 не успели вывести, они ушли внеизрасходованные, сейчас снова нужно копить 100, чтобы реинвестировать, или можно уже от 10. Если вы там накопили 100, то можно от 10. Но первый раз, так, 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 подождите, вопрос на самом деле тоже интересный. Вопрос тоже интересный. Знаете, давайте здесь, не могу сказать вам точно ответ, гадать не буду, давайте попробуем. На копится 10 попробуйте вывести. Если не даст вывести, то, соответственно, да, придется копить 100. Компания работает не только в России, если да, то почему компания не может с протекта других стран компенсировать трудности для вывода, любовь, ну, такой вопрос, вы знаете. Хорошо. Компания работает не только в России. Если да, то почему компания не может с протекта других стран, а протект не разделяется на страны, любовь, он один, единственный, у компании в Эксфорд, Альянс Лимитед, один, единственный протект, по странам неразделяемый. Все. Скажите, почему и на что сейчас расходуется протект, который был, скажем так, накоплен до 12 июля, на что он сейчас тратится? Информация тоже уже есть, я ее зачитала. Пересмотрите в записи, либо перечитайте текст, пожалуйста. Скажите, до заморозки не успела набрать 100 до первого реинвеста? Точно такой же вопрос сейчас уже звучал. Вниз расхода стоит всего 0,43. Как все будет происходить? Надо заново все начинать и ждать. Елена, если хотите не терять время, вот я вам так скажу, рекомендации, я, опять же, не заставляю и не говорится, что только так и иначе. Я вам рекомендую купить бюджет и начать как с нуля, тем более вы действительно только начали. Начните с нуля, для вас это самый простой вариант. Не хотите ждать, придется на реинвестах раскручивать всю эту сумму постепенно. Вопрос до сбоя пополнил на 1000 долларов, а вот сейчас все под картой. Кэшбэк 300 и есть сумма под картой в ожидании. Вот смотрите, у вас сумма должна уйти Денис Л. Так, еще раз вопрос, до сбоя пополнил на 1000. Вот сейчас вся под картой в неизрасходованном, насколько я понимаю. Кэшбэк 300, есть сумма под картой в ожидании. Вот у вас сумма есть неизрасходованная, да? Она у вас, вот, либо она была и она уже ушла, либо она скоро у вас уйдет в работу, и вы потом будете те 300 размораживать. То есть у вас будет в карте, как обычно, и 55% с покупок. Никто от этих денег, от этих обязанностей вам начислять не отказывается, естественно. И еще дополнительно, потом реинвест вы будете делать, у вас будет еще разблокироваться по 22,5%. Дополнительно будет разблокироваться эти 300. Потом заберете. Так, Анна все, конечно, пропустила опять начало. Пожалуйста, Аня, посмотрите начало, да. Так, 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 слушайте. Давайте зачитываю последний вопрос, два, и все, и будем финалить. Если есть под картой подтвержденный кэшбэк и неподтвержденный, какой в первую очередь будет компенсироваться фондом Протек? Подтвержденный кэшбэк и неподтвержденный? Все. Выплатят все, что в первую очередь подтвержденный, разумеется. Потом уже неподтвержденный в соответствии с тем, как он будет подтверждаться. Так, 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 последний вопрос, как обещала. Если инвестиционный кабинет еще не обнулился, стоит его пополнять или нет? На ваше усмотрение. Вот исключительно на ваше усмотрение. Хотите пополнять, не хотите, не пополнять, ждите, когда раскрутится на неизрасходованных суммах. Только на ваше усмотрение. Ну, давайте последний. Над картой висит реинвест, когда уйдет в работу. Он у вас, как след Ирина Богословская, вы пишете, над картой висит реинвест, когда уйдет в работу. Он у вас, эта сумма, которая у вас над картой висит, реинвест, сделанная до остановки, до блокировки Роскомнадзором, она у вас фактически продублирована, эта сумма, и входит в сумму неизрасходованного. Вы же реинвестировали для того, чтобы новую рекламную кампанию запустить. Все, она у вас неизрасходована. Эта неизрасходованная сумма уйдет, все запустится, та сумма сотрется. Так, все. Давайте будем финалить. Очень сегодня прям хорошо долго получилось. Час и 13 минут, я думаю, на сегодня достаточно. А если вдруг у вас остались все-таки еще какие-то вопросы, на которые либо я не ответила, либо я там, может, не поняла вопрос, ответила что-то не то, либо вы не спросили, да, пожалуйста, задавайте все вопросы наставникам, трясите с наставников ответы. Не пишите, кому попало. Мне очень, ну, никому попало не совсем правильно, да, некорректно. Но не пишите тем, кому вам кажется, кто точно знает ответ. Вот мне, например, постоянно пишут в Телеграм-партнеры, ну, мало того, что не из моей команды, так еще и не мои, не первые, не вторые, не третьи линии. Я спрашиваю, почему пишите мне? У вас есть наставник? Да, у меня наставник есть, но вы же точно знаете ответ. Уважаемые, цените и уважайте время друг друга, да. Ну, у вас есть человек, который вам, который получает за вас возражение, он обязан вам давать эти ответы. Не знает, ну, знаете, это мы родители не выбираем наставников, мы все-таки выбираем. Если у вас наставник какие-то недопонимания, пожалуйста, по этому поводу задумайтесь, хорошего ли наставника вы себе выбрали. Все, давайте будем финалить, запись выложу. Вопросы, если есть какие-то, задавайте на все вопросы, так или иначе ответы есть, либо будут найдены. Спасибо.